Вопросы об интересах Есть такое положение, что общий интерес существует не только в представлении, как всеобщее Но прежде всего он существует в действительности В качестве взаимной зависимости индивидов, между которыми разделен труд Как нам проанализировать такое положение? Какие выводы можно отсюда сделать? Что сама по себе категория экономического интереса Это категория, которая характеризует субъективные представления или сознание Или она характеризует экономическое бытие Экономическое бытие В то же время этот интерес, который представляет собой характеристику экономического бытия Может быть осознан, он существует не только в таком виде Но и в виде представления о том, каков он Здесь перевернутая картина, что он существует не только в сознании Но и прежде всего он существует в объективности Ну а мы должны не забывать о том, что то, что существует в объективности Может быть осознанно И это будет осознанный экономический интерес Вот если мы так поставим вопрос Все ли люди осознают свои экономические интересы? Экономические интересы, по-моему, да Нет, не так Для этого нам нужно углубиться еще в что такое экономические интересы Для того, чтобы углубиться в понимание экономических интересов Я сразу хочу отвести в сторону еще одну категорию Которая относится к категории психологии И вдобавок это нужно сделать Потому что в самой экономической литературе, в нашей российской Очень часто имеется путаница и психологические интересы Путаются с экономическими интересами И не случайно Был такой в Чехословакии директор института экономики ЦК КПЧ И член ЦК КПЧ Ото Шик Этот Ото Шик выпустил книгу «Экономика, интересы и политика» И эту книгу перевели И с очень большим тиражом у нас издали И в ней вот такие высказывания Что вот интересы – это концентрированная направленность внимания На удовлетворении определенных, объективно обусловленных потребностей человека То есть интерес совершенно однозначно трактуется как категория субъективной Ну отсюда и выводы такие Что вот ранее рабочий класс интересовался классовой борьбой Потом утратил к ней интерес И, так сказать, поэтому и нет классовой борьбы А если снова возникнет у него интерес Опять будет классовая борьба То есть вот в такой субъективистской трактовке Представляется действительное отношение И действительная общественная борьба Вот А на самом деле экономические интересы Могут быть рассмотрены И как психологическая категория Поэтому эта категория не то, чтобы неверная А просто это категория не той науки И она не с тем даже управлением в языке Интерес к пению, к чтению, рисованию Что значит я проявил к чему-нибудь интерес Это вот, так сказать, привлекло мое внимание Больше ничего, правильно? Я заинтересовался Одно дело заинтересовался А другое дело в чем я объективно Чем я заинтересовался А другое дело в чем я объективно заинтересован Это уже экономический интерес И он имеет совсем другую формулировку То есть экономический интерес Это, грубо говоря, если кратко, это выгода Что мне выгодно, а что не выгодно И в какой степени То есть это такая характеристика Положения людей в системе производственных отношений Которая показывает, что человеку выгодно Не потому, что он думает А потому, какое место он занимает в системе производства То есть на самом деле экономический интерес И это характеристика не человека как такового И не сознание человека как такового А характеристика того положения Которое он занимает в системе производственных отношений Например, вот студент Чтобы узнать, в чем он заинтересован Нужно спрашивать Если вот я хочу узнать, чем вы интересуетесь То нужно спрашивать А если я хочу выяснить В чем заинтересован студент То я должен изучить положение студента А положение его состоит в том Что он по своему положению Должен заниматься, обучаться И получить прочные, надежные знания И кроме того, еще и зафиксировать на бумаге Что эти знания получены То есть вы еще должны не только со знанием Но и с дипломом отсюда уйти, правильно? Вот, а значит Можно сказать, что выгодно студенту И что выгодно студенту Иванову Что выгодно студенту Петрову Или что студент Иванов или Петров Думает о своей выгодности Или невыгодности А что объективно выгодно? Объективно выгодно Что? Получить прочные и глубокие знания И зафиксировать их Что выгодно преподавателю? Преподавателю выгодно, чтобы студенты получили эти знания? Выгодно, потому что это его преподаватель Это его, может быть, характеристика его труда Независимо от того, что он по этому поводу думает А кому более выгодно, студенту получить прочные и хорошие знания или преподавателю, чтобы этого студента? Студенту. Несмотря на то, что вроде как с точки зрения оценки знаний, возраста и так далее, преподаватели представляются как люди более в этом смысле образованные и продвинутые. На самом деле, кому? У кого-то наибольший интерес в обучении? Конечно, студенту. Тут нет антагонизма интересов, но, конечно, более заинтересованы в этом вопросе, в этом движении студент. Или мне надо узнать, что выгодно продавцу. Это надо пойти спросить у продавца или надо понять, каково его положение. Если он продавец, то ему выгодно, между прочим, продавать подороже. И этот же продавец вышел из своего ларька, пошел напротив купить на завтрак в пакетик молока и булочку. А теперь он уже в какое положение попал? Покупатель. А покупателю что выгодно? Подешевле. И этот же продавец, который только что пытался продать подороже то, что он продает, он уже, перейдя и заняв другое положение, он является покупателем. Отсюда следуют и такие, например, моменты. Вот у вас, скажем, есть какое-то решение о предоставлении каких-то благ, например, жилья. До сих пор еще имеется очередь на жилье, и какая-то часть населения, очень малая, получает эту очередь на жилье. Кого поставить, контролировать? Справедливость в прохождении этой очереди, чтобы никто без очереди не проходил. Того, кто является там образованным, шибко умным и так далее, или того, кто стоит последний в этой очереди. Кто будет самый хороший контролер? Тот, кому наиболее это выгодно. Выгодно, чтобы не пропускали никого и не нарушали очередь к кому? К тому, кто занимает последнее место в этой очереди. И наоборот. Как только этот человек становится вторым, и уже гарантия ему обеспечена, он такой становится, ведет себя весьма либерально, да, ну, пройдет еще кто-то, неважно, он-то все равно получит. Поэтому, скажем, такие стихийные очереди, которые иногда возникают, они так, собственно, себя и ведут. Всегда контролирует кто-то из последней очереди, а когда он подходит ближе, он меняется. Вот можно записать теперь формулировку, что такое экономические интересы. Экономические интересы – это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений. Экономические интересы – это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, которая показывает… Какие действия или изменения улучшают или ухудшают это положение, и в какой мере. Какие действия или изменения улучшают или ухудшают это положение, и в какой мере. Вот это определение. А что значит улучшают или ухудшают? То есть кому выгодно и в какой мере. Выгодно – это значит улучшает положение, невыгодно – значит ухудшает. Можно сформулировать такое положение, в котором употребляются две категории интереса – психологическое и экономическое сразу. Например, он интересуется водкой, в чем он очень… А в этом он объективно не заинтересован, потому что это его приводит к деградации. Он интересуется, но он в этом не заинтересован. Теперь, вопреки тому, что представляется изначально, как вы сказали, сначала слету, что, я сказать, он действует в интересах, к сожалению, это не так. Потому что, скажем, вот немецко-фашистские войска, которые пришли на нашу территорию, на нашу землю и убивали здесь наших людей. А из кого они состояли? Они состояли, в общем-то, в большинстве своем из рабочих. Объективный интерес рабочего класса вовсе не состоит в том, чтобы захватывать богатство других народов, состоит в том, чтобы прекратить эксплуатацию, которая имеет место и которая по нему бьет. Но именно само наличие эксплуатации позволяет эксплуатируемому классу насаждать в сознании рабочих то, что противоречит их объективным интересам. Другой факт. Вот, скажем, была война во Вьетнаме. Ну, все знают, что, скажем, негры в Соединенных Штатах Америки не в лучшем положении, а в худшем, чем другие слои общества. Процент негров во Вьетнаме, в американских войсках во Вьетнаме, был значительно выше, чем в американском обществе в целом. Когда речь идет о том, чтобы идти, так сказать, умирать, как вы понимаете, там не только они убивали вьетнамцев, но и вьетнамцы убивали американцев, то тогда лучше послать туда вот кого-нибудь другого. Вот, поэтому это вот большая очень проблема. Это вот надо, чтобы вы это для себя зафиксировали. И этой категорией можно и нужно пользоваться всю жизнь, потому что это даже относится не только вот к какому-то классу в целом или к обществу в целом, это относится и к отдельному субъекту. Вот что вы лично в чем заинтересованы, что выгодно, что невыгодно. Причем интересы одного и того же человека, они многообразные. Есть коренные интересы? Что коренным образом улучшит ваше положение? Ну, понятно, что вот для студента коренным интересом является, конечно, завершение, так сказать, успешное прохождение обучения и завершение его там с отличным дипломом, правильно? Это самое главное, что... Но у вас есть такой интерес, что пока вы тут учитесь, чтобы не умереть с голоду, между прочим, второе, или не заболеть. У вас интерес еще состоит и в том, что у вас кроме вот таких каких-то вещей, связанных с образованием, есть и другие, у вас есть родственники, родители, там, знакомые и прочие. И с этим тоже связано то, а что вам выгодно, правильно? Есть какие-то там личные пристрастия, связанные с какой-то деятельностью дополнительной, которая совсем не обязательно входит в резкое противоречие с обучением, а может даже и помогает. Скажем, занятия физкультурой и спортом, ну, вряд ли они уж так сильно противоречат тому, чтобы человек был здоров и готов к тому, чтобы обучаться и получать данные. Но могут быть интересы и быть вовремя вещей. И вот это понимание того, что такое интересы, одно понимание, помогает ввести к идеалистическим представлениям об обществе, которое было в Советском Совете. В Советском Совете мы возьмем, давайте возьмем типичную рабочую Советскую Советскую Совету. В том числе интересованы в том, чтобы общее богатство растало, потому что с ростом общего богатства идет расширение потребления и общественных фондов. А из общественных фондов, как сейчас у нас сада видно хорошо, из общественных фондов рабочий или работник в социалистическом обществе, в социалистическом обществе получал больше, чем. Потому что те блага, которые были бесплатные, сейчас стали платными в самом это обрадовании, это мы присужили. Как-то в начале считать, жилье – это такие расходы, которые не подсилены по существу, в обычном обращении. Жилье Гораз, в единственном паре, который был создан бесплатный. У нас бесплатный для начала разделок. Вот, при ризе, начало с вами беседы, мы ждем всегда сходить, и мы даже приглашаем, и идите, и идите. Что-то хорошо. И, скажем, сейчас второе ведет рекламу. Инклантан, где 12 тысяч 900 в метроисе, а в нашу соседнюю магазине 9, 3,570 израиля. Это 3,570 в докладе, я с этим самым вам взял. А где вы хотите, чтобы вам его установили, тогда еще? А где вы хотите, чтобы он не отторгал, а ваш органин может, ваш органин не отторгать, чужеродный элемент, который шоу ворачивается в челюсть. Это какие-то хорошие. Полиферия показала, что шоу в виде зуба, так как шоу в виде зуба со шлицом, а то, значит, вот так вот вы вернете, и если вы только в челюсть, только живую часть вы возьмете, то это так, то для вашей гости. Я спереди, если мы вам сразу выскочили, мы вернем. И, естественно, идет процесс отторжения, как и в любой пересадь органа. Вот все там, а это вообще не орган, это чужеродный элемент. Хотя, вы знаете, что во время войны бывает, что пуля где-то застрянет, встанет, и организм, например, вода кирает, и, соответственно, расплакается в некоторых случаях. Иногда не удаляет. А в основном, конечно, не удаляет, потому что резко когда этот процесс отторжения не происходит. Ну вот, то есть вам сделали, деньги вы обучили, а потом, если вы хотите, чтобы нет, то вы не будете ходить, и купать и краску, как вы понимаете, как сумма будет 700-800, 1600-1200 и так далее. И в итоге, значит, будет неинтересен, что все это будет до 10 метров. Так вот, это вообще секундное предприятие. Плюс, значит, тоже, что выучили, что вы получили. Ясное дело, что работник социалистического общества, тем богаче, тем богаче общества. Ну, значит, больше этот общий герой и больше его доли в этом общем корректе. А доли у него формируются и в общей сети. Есть общественный контакт он получает, ну, и, соответственно, он получает по труду. Ну, например, у нас это как бы пределы? В то время, когда я учился, я был в школе, скажем, лыжи нам выдавали, мы их выносили домой, с одним условием, если они сломаются, надо помочь принести в школу, где-то другие были. Ну, соответственно, кто занимался с футболом, ему нам выдавали в спортивную форму на двух врачей, кто в футболе, но решает, вы ее не уже выгодность, если она вот провелся или сами совсем негодно, и начнут одну ее принести в школу, а отдать ему дадут другую, новую. Вот и все. Это же касалось и того, что если вы ходите заниматься, вы уже ли там в спортивной школе, идите и занимайтесь. Ни о каких деньгах, и никогда никого раздавал, просто не могу быть. Перед выходить с футболом, на него занимайтесь, и теперь его он занимается. Я, вот скажем, будучи школьником младшего класса, путешествовал, то есть сам. Но поскольку в то время, в силу того, что низкий уровень, не раньше, поэтому никто детей не воровал, потому что и вечный, если он был урок, никто за них большие деньги не дался, а остался небольших денег. Вот, поэтому не было такой задачи. Поэтому дети, хотя они нарастут, и родители меня, они нравились в школу, а там же мои церкви. И да, и тут все закончилось. Никаких естественных заборов, которые металлические, которые сейчас люди нагородили. А я, представьте, сколько надо учить, по металлическому, именно и нужно работать на заборах. Ну, соответственно, на звери металлические, которые я сама хотел, мне приходилось, вот, пройдет на нашей тракте, это одно и поехать в дом, в который горел ее. И я приехал как раз к завершению пожара. И проходили пожарные, и они сбалкали, в Болгарии, ну, что такое, ну, вот они посмотрели и открывали двери так вот. Кстати, жили эти двери, там, пальцы мощные, там, золок мощный, да, я говорю, уже открывали двери. В том, следующее двери, и человек говорит, ну, смотри, нет ли там у меня, потому что там надо посмотреть, чтобы там не было глубинного, да, и так по всей преснице этот, каждый, каждый открытый, каждый дверь, будет принят. Поэтому, если нужно будет открыть вашу дверь, не надо сильно заводиться, весь этот персонал, только не откро. Скажем, мне приходилось, как главный, как мошадедов, наш бывший главный авиатор, бывший проект нашего, первого, нашего инститета, который там был, потерялся вещество, вещество. Я вызывал тему, она такая, вещество, можно свечеть, здесь можно. И я здесь, на миге, проволок 4-4-4, через 5 минут отрыли, говорят, давайте мы не поднимем, и мы сейчас врачи. Ну, вот, я говорю, в наше время, я снова, в таком враче, занимался, в регуляторах, позвонил, не открыли, ну, давай, сейчас приедем, 4 тысячи, приедем, опять, то есть, все, вот, сказано, такие, сфорным, рудом, на самом деле, профессионал, представляет. И вот, что же самое, то же самое, приеме, о котором я говорю, ну, что было, я вам написал, а врачи, что можно было пойти, там, подписаться, в какой-то кружок, а в кружке, это надо преподавать, легко, выключение, вот, наверное, в своем, и когда я ходил, кружок, выбили, они, выбили, вот, подсказку, меня в навесе, то есть, просто, это и упражание, которое, можно было сделать, чтобы мы могли потратить силы. И Куров, и говорю, снова, словом, я, у меня мысли не было, что я буду преподавать, наверное, так, мне, может быть, даже и находит, поскольку, там мы сидели, и, мыслимочеки, девчонки повторяли, там, шип толпак, толпаковский, никак, его не перепутывать, не перепутывать, и так далее, вы бы не слил, у них вот лень, и прочее, 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 но если мне надоело, вот так и нет, то можно, если бы, 500 долларов, ну, здесь, но, была и другая, с первым, с первым, другого, чем больше работает, больше получится, и вот, работающий социалистичный, общество, аффективно-динституционный, в росте, общийся, но в раз, больше общей природы, больше он получит, а у нас, все, разинтересованы в том, что он получит, больше, то ли, меньше, дорога, но если, у первого, я все, то мы, доли, будет, правильно, если, это, извиняюсь, сейчас не говорю, о том, что он нам дадумал, молодой, что он хорошим, хорошее делает, но, амбессивно заинтересован в том, чтобы увеличить свою работу, правильно, поэтому, его положение противоречиво, с одной стороны, он носитель, вот этого, всеобщего интереса, связанного, всеобщего развития, и всего хозяйства, а с другой стороны, неважно, что я делаю, что, а вами, на том, что-то это буду иметь, и это может быть, не только материальный, еще и духовный, он песня строит, и помогает, я, нашу всем, которому песня жить, помогает, то есть, если люди, это духовные деятельности, там, преподаватели, певцы, композиторы, вот, андреи, и так далее, они могут, в связи с этой духовной деятельностью, очень, очень, кто хочет посмотреть на, строение, дальше, там, проезжайте, зайдите на начало, строительство, прошло, и там, огромные дворицы, с гранитными грандиаторами, на заборе, в руках, которые стоят, чтобы мы и прошли, и так, а рядом, дом культуры, там, зона, то есть, круглый, такой, на горе, дом, в котором, нам будут, могли сотни-то людей, заниматься, вот, вот, еще, второе, причем, это, как я, если, с вами, на вопрос, а зачем, ну, я, как экономист, вам отвечу, честно, что такая форма, хранения капитала, банк положит, банк, долг, наличие, зарегирует, здесь наличие, вот, построили дома, после чего, попросил, так что, в буквальном смысле, можно, строить, там, при этом, там, кампли, я, там, здорово, там, здесь, сейчас, деньги, только, оплодили, то есть, положение, работа, международный, сэкономистическим, общество, противоречиво, сделает, противоречиво, интерес, и какой интерес, для него станет, главным, для довольного, работник, это вопрос, это вопрос о том, как вот эта система, которая складывается в управлении, в обществе, системе, политической, и политической, как она разрешает, это противоречие интересу, если она разрешает, не в ту сторону, строй начинает, продружаться, продружаться, и может, страна, разрушиться, что это за то, если не замечать, вот, этого противоречия интересу, то это еще лучше, когда вы не замечаете, и вы как бы не видите противника, и которого, то есть инвенция разрушения, может подкраситься совершенно независимым. То есть его такой теоретичный слипатит. Поэтому вообще эта проблема очень интересная, так сказать, в этом плане. Скажем, у тех же немецких рабочих, которые пришли на нашу землю, был еще и такой интерес, который означал улучшение их положения в связи с получением новой земли. На востоке, на холст. Правильно? Пойти на восток, расширить свои земли детской земли. Мамку, Германия, вот много земли, много богатства. Чем станет лучше? Но для этого надо войти и убить тех, которые на этой земле находятся. Скажем, точно так же, как пришли люди в Америку, для начала разговора убили всех медейцев. Почему? Потому что они такие, 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 индейские, американские, что они не соглашались быть кровами. А вот североамериканские, друг по другу, уже становятся согласны, значит, или ногу, для работы. Правда, для других, или для других, ну, может быть, а это североамериканские, хоть и умеют, и не могут работать. Друг, но, как и для того, чтобы они остались, оставили немножко для разговора, чтобы показывали последующие, чтобы были такие коренные народы, нестребивые практически полностью. И, естественно, то же самое происходило и с русским народом, потому что это тот народ, который в врагу был, не пошел, конечно, в фашистовку. Ну, там, да, то что-то совместно. Вы обратите внимание, что Европа, на которую нам в своем Европе равняться, она очень быстренько сложилась в свои ручки, в том числе Франция, которая была линием их одной, которая была довольно мощная армия. Они, на всякий случай, так сказать, впускали в свои города, немецкого фашиста, и говорили, а есть такое понятие «открытый город». Вот я вижу, он у меня наступает, и объявляли, что это «открытый город», мы к вам не будем сопротивляться, но за это не трогайте. Мы пригодили в фашисты, начинали, как разговаривать, а кого надо жили. Потому что это фашисты, и поэтому они не собирают все эти самые законы, которые там установили про «открытый город», и думали, что это вас спасет. Ну, и Европа, которая там сейчас санкции применяется и прочее, а что она тогда не применяла санкции против Гитера? Почему Гитера против Гитера, потому что санкции применяла, а они, конечно, так спокойно все поздобрали. Причем за две недели, если туда, то полдень. О чем мы можем говорить? И вот теперь они нас учат, как нам говорят. Поэтому мы прекрасно понимаем, что... Мы, говорит, нам что-то не принимаем, что-то у нас неправильно, для этого нам плохо, и это плохо. Но мы прекрасно понимаем, что у нас никакая Европа. И Зачитита никогда не защищала, наоборот. Там, правда, защищали Европу, один раз. Татарно-Монгольского, и мы их защитили, остановили, здесь застрялись, здесь полчища, в России. Второй раз, хотя мы даже и под Игру были. Второй раз, когда, например, он сюда пришел, и потом, сейчас в памяти в нашем Союзе, в Париже, я его видел, что там по крайней мере, к условиям относится. А нам зато пришло принять Союзе, в Франции, поскольку наши солдаты, бежали быстро, быстро, быстро. Там начали летовать как эго, и в России всегда на силу выкинули его. В России, так сказать, вот это молчим стало. Дальше. То же самое с югидорским нашествием. Вот американцы, конечно, сейчас они самые крупные, самые богатые. Они завтра смогут расправиться, хоть с Югославией, хоть с Авраком, хоть с Сибирией. Но уже с Вьетнамом они никак не могли расправиться, потому что там и людей меньше, и богатства меньше. Но Вьетнам не только отстоял Север, но и Соединенные Штаты Америки, начавшие с половины территории, войну против Северного Вьетнама, закончили полное поражение. Когда они сами воевали, а когда они с нами воевали, они все доходы ждали. Вместе с нами. И они очень ждали, когда товарищ Сталин переведет войска из Европы на восток, чтобы начать войну, уже широкую войну с Евгением. И вот когда наши войска зашли на северную часть коррели, и когда уже вопросом решился, вот тогда нам вступили и американские войска, и наши в соответствии с предварительным условием, и сахаром. Так что мы это все знаем, наблюдаем. И для того, чтобы вообще эти вещи понять, надо понять вот эту глубину и важность этой категории экономических интересов. Что мы, собственно говоря, с вами делаем по замыслу вот этого курса. То есть мы должны, ну, прочитав, я и сказал, это не задача. То есть надо, и есть вот непонятные вещи, которые мы должны раздавать, потому что все-таки люди неординарные писали, и если у них есть ошибки, то они тоже неординарные. Вот, либо, то есть надо подумать, какое это имеет значение и имеет это значение сегодня, насколько это современное и важно. Пока вот мы с вами идем, и мы находим постоянно такие теоретические положения, которые, вот, имеют полную ценность, не в том плане, что они недавно сказаны, а в том плане, что они сказаны давно, но будут навечно, или, по крайней мере, очень долго их пользоваться. Потому что некоторые, для этого положения, если они большинство относится в будущем, а не в будущем. Так, и вот, значит, дальше идет вопрос, а разделение труда будет полным. Я эти функции зачитаю, которые тоже требуют нашего удобства. Как только появляется раздражение труда, удар даже обретает свой определенный, исключительный, ну, деятельности. Вот этот труд, да? Ну, будет этот труд. Который ему навязывается, из которого он не может уйти, он отходит в рыбак или в пасху. И уже в физический кризис. И должен оставаться в дороге, если не хочет лишиться средств жизни. Тогда, когда в коммунистическом обществе, где никто не ограничен исключительным кругом, деятельность, а каждый может совершенствоваться в любой области, в обществе регулирует все производство. И именно поэтому он создает для меня возможность сделать сегодня одно, а завтра другое. Утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после уровня предаваться критике, как мы иду, что угодно. Не делай меня всего этого охотником, роботом, слухом или критиком. И это закрепление социальной деятельности, это консолидирование нашего собственного продукта, какую-то вещественную силу, воспользовавшую над нами, выжившую из-под нашу контроль, идущую в разрез с нашими ожиданиями, и сводящую на них наши расчеты, является одним из главных моментов в шествующем историческом развитии. И вот то, что здесь написано о том, что на сегодняшний день разъявление труда делает людей частичными работниками, и они в этой отрасли разбираются, а в других отраслях они не разбираются, потому что они будут заняты только одним. С этим связано такое явление, как профессиональный идиотизм. Когда человек в своей возрасте замечательно ничего понимает, он такие глупости там пособирал, из каких-то плохих источников, какие-то ему бывали, потому что он не может там критически это освоить и рассмотреть. В нашей литературе и эта проблема преодоления и разделения труда между людьми является неразработанной до сих пор. Я могу назвать только одну книгу, одну из всех, что мне показалось, хотя я этим делом нанимался специально. Это книга Вельмеева-Рященко и Олудова «Коммунизма. Преодоление и разделение труда между людьми». Вот, можно сказать, это единственная книга, которая в этот тезис, ну, которая такой довольно яркий, в форме образа, не так на самом деле бывает, что тут прямо и рыбу ловим, и из которых мы занимаемся и так далее. Но проблема разделения труда, разделение разделения труда между людьми существует. То есть дело тут не в том, что вы не хотите чем-то заниматься одним, под угрозой этого своего существования, вы заниматься только одним, иначе вы не удержитесь на плаву этой жизни. И поэтому, вот, плачки говорили о порвающающем человеке разделения труда, что он не хотел бы, может быть, вырваться из этого круга, но он не мог бы сделать. Сами Маркс и Энгерс, Аркадьбест, они это разделение труда между людьми. Ну, во-первых, в их положении было не положение, а рабочие, которые находятся в одной такой ситуации, когда они не могут заниматься разными проблемами. То есть вы не сказали, что они только философы, или что они только экономисты. Например, Энгерс, который написал работу в положении рабочего класса в Англии, он этой своей работой, которой он посвящен 3 года, 3 года уехал в писание. Блада Парк, у него был квадрикант, и говорит, что у него были средства, что туда приехали. Он приехал из Германии в Англию, прожил там 3 года, и написал, давай, в первых строках. Это и половина рабочего класса в Англии я оставил салонные разговоры, красное вино, и поехал в самую передовую страну туристического мира, для того, чтобы поджить 3 года вместе с рабочими, которые создают, и описать их положение. И вот это целый том, первый том, что брали сочинение Макс Энгерса, это положение рабочего класса в Англии. Макс обладает думал о философии, и он был, интересно, по-минейшему. Доктор Философию и по-минейшему, я помолил от философских ног. То есть человек, который написал опоку, как сравнение философии, фигуры и демокрита, существовал один реалист, другой реалист. Макс заинтересовался про геотономию, под влиянием Макс Энгерса, и работая Макс Энгерса, и это толкнул его к тому, чтобы написать капитал. И в капитале раздела положения рабочего класса, который достаточно обширный и интересный, и смею его констатировать, как свидетель, поскольку я передавал политэкономию вот в этих аудиториях, вот в тех аудиториях, в экономических пунктах, и угловая аудитория была капитал политэкономии, 55 человек, в дальнейшем, в зависимости. И вот преподавали так, что МНВ, церкви жмей, вот фабричность, на дачество, условия управления, людей, рабочих и так далее. Вот почитал, капитал подряд, тут это знали. А кто его не читал, тут этого не знали. Поскольку я непосредственно преподавал в экономисту, прямо на четвертом курсе политэкономии экономической гиперметики, спросил, кто прочитал хоть один тон капитал, хоть один, где все, один тон. Один тон, один, все, так. Поэтому, так сказать, такое вот это, такое представление, что они ничего не понимают, на каких вопросах, потому что они углублены по липидам. И другие, не понимают, их приказы не понимают. Потому что они, вот, так сказать, кусочки считали, кусочки, кусочки, вот этого цельного ничего не имели, но и у них нет понимания того, что, я надеюсь, есть у культурологов, что культуру надо брать как в целую, и они будут выхватывать в какие-то отдельные моменты, изолируют микроскопы, готовшие течение развития человеческой культуры. Вот эта книга «Пределение разделения труда между людьми», «Коммунизм и пределение разделения труда между людьми», она, о чем говоришь? Технологическое разделение вы никогда не предрекете, никогда слесарное мастерское не станет солярным, потому что слесарное связано с металлом, а с деревом. Мистан геет по дереву, а геет по металлу, токарный. И никогда вы духовный труд, который создает эти идеи, не перепутаете и не сольете с трудом, который производит материальное многое. Хотя, во всяком труде материальное производение приходится делать какие-то... Понятно, что приходится думать и решать какие-то задачи, то есть работать головой, но непосредственным результатом труда материальных выборов является материальным планом. И наоборот, вот у вас под рукой бумага, в руках у вас ручка, это все материальные предметы, и для того, чтобы результаты своей деятельности зафиксировали, вам приходится прибегать по материальным вещам. Но результаты вашей деятельности это что? Это кто? Что результаты вашей деятельности? Вот вы сами видите результаты. То есть, если бы переводить такой превысительный экономистов, что является предметом вашего города? А я и врач. А что является результатом вашего города? А я вот и имею врачу результаты. То есть, мы берем, то есть, вы ведете сами себя, студенты, и студенты менее развитые, и ведете работу над тем, что она стала более развитой в этой области, в которой вы занимаетесь аккаунт и предлагаете. Хотя, это совсем не материальный план. И они говорят, ну, как же так вы называете это непроизводительным? Ну, потому что человеку мы произвели более развитого. А что вы хотите свести дело, как будто мы сделали какую-то вещь. Человек делает вещи, и Макс Трейзе, тот капитал, говорит, вот, некоторым нападали на определение Матана Смита, который строго отвечал тот труд, который непосредственно предводит материальные блага, и те, которые предводят людей и это услуга. И имеют людей. Имеют эти преобразования в деньги. Вот, например, врач. Это человек с высшим образованием. Это человек, который инфицирован. Он лечит людей. Это вот непосредственно направленный человек. Он не предводительный. Ну, если я там послушаю. Потому что материальные блага это не материальные блага человека. Сам человек. А есть фармацев, который делает таблетку. А таблетка, это материальные блага. Это вещи. Не надо перекладывать производство людей, производство вещей. Правильно? Вас родили, они быстро жили на станке. И они сделали, как это уродили. И вот я хочу сказать, что в этой области это специалистичный это в том, сами, что мы со своим подкарьерой, одним из нижнего нормы, когда Александр Леонидович и в долгах написали специальную книгу философию производительного труда. И она издана у меня много выдача нешелостных сеток. Но это не очень. Вот у меня в электронной библиотеке список ссылок. У него очень много ссылок, потому что на эти темы мало чуть-чуть написано. Хотя мы, я еще раз повторяю, проблему разбирения, туда и мы там особенно не разбирали. Вот, но опять же. Ну, там, подчеркиваю, как раз просто изранные виды в Украине, надо их смешивать. Даже если вы берете такую формулу 2 плюс 1, но 5, где больше информации? 2 плюс 3, 5, 5. 2 плюс 3 больше информации, 2, 3, а еще и 5. А тут уже 5. Поэтому не надо, вот сейчас все любят стирать, стирать эти различия. Стирать различия надо не на бумаге, а в жизни. Когда в жизни не будут различные проблемы, физические, функциональные труда. А я сейчас сделаю вид, что я все эти различия на бумаге. А в жизни, это не верно, а самостоятельно. Потому что одни занимаются грамотерозом, вредным опасным, трудом, а другие, таким трудом, который максимум был самым существованием индивида. Вы счастливы, вы видите, с развитием, с умом себя. Чего еще уходить, у вас свободное время. Сейчас свободное время. Сейчас, это вам свободное время, по-прежнему. Как вы? Зазывается, что свободное время. Это вы еще не знаете. Свободное время, это время для свободного развестия. У вас сейчас свободное развестие. Вы сюда свободное пришли, я вас сюда дам. Свободное. Ну вот, это время для свободного развестия. И дело не в том, что вы пришли сюда. То есть, вы действительно развиваетесь, тогда свободное время. Если не удалось, в нерабочее время, выделенное время использовать для развестия, оно свободным не становится. У нас в нерабочее время достаточно много там, у тех, кто занят на производство, транспорт плохо ходит, там два часа туда и два часа обратно. Система общепита такая, что вам не гармит вам полезные результаты, если вы там будете пользоваться системой и так далее. Очереди там и несян. Вам нужно убирать, там, стирать, вам нужно заниматься с собой, мыться, вам спать, и так далее. То есть, у человека свободное время не остается. А, может быть, посмотрел, он самый уральский, идиотский фильм, посмотрел. Но если вы идиотский фильм не охот YUAN заетесь, вы не знаете, что это свободное время. Но нельзя сказать, что это идиотское время, но вот свободное время тут нет. Вы исключили свободное время, я бы все делал полное время. То есть превращаете себя в полно, хотя бы на ребенок. Но в этот время вы не имеете свободного времени. Или у вас было полчаса, а потом его пропало. И поэтому если вот его собирать, Это свободное время. И особенно не только, когда вы студент, когда он прямо выделил это время учебное, оно по определению свободное. Потому что вы только на него, даже обязательно тратите это время на свое развитие, не на мое развитие, а на ваше. Но я не хочу сказать, что вот мое преподавание тоже находится только если стол вы говорите, я получаю деньги тоже за свободное время. Но от того, что я вам подаю, что деньги не глупые, особенно если студент это хорошо. Правильно? То есть, скажем, мне все время нужно думать, о как это принести, о чем вы этим будете заниматься. То есть, это связано так, с различными делами. Поэтому, когда наш брат в подвале начинает разговаривать, у нас ужасная работа, прямо-прямо так, что ты пилот, я прямо как в шахте работаю. Я говорю, ну, сходи в шахту, возможно, тебя заблали. Возможно, там поезд за живут. Сходи в шахту, скорее всего, с тебя обеспечен. Там и теперь обеспечена, например, с у тебя вверх, и вы, и вы. Сходи туда, поработай. Да как можно решить эту проблему? Вот я сейчас говорю, что мы с вами нашли проблему. Мы как бы, то есть, анализируем этот классический текст, да, какое решение мы имеем? Решение мы имеем одно. Вот тут говорится о коммунизме. Ну, коммунизм, как-то представляется, то ли как флаги, то ли как начки, то ли еще какие-то коммунизм под коммунизм. Понимаете, что общий. Вот здесь речь идет об общем, об общем лагере и о развитии не отдельных лиц, а всех. Как это возможно сделать? Это возможно сделать при одном условии. Если будет сокращаться рабочее время, ищется свободность. И вот то, о чем здесь вот говорят Макс Эйнер, которая представляется из них плюс нас, это означает, что если у вас рабочее время будет, вот представьте, вы закончите в год. Рабочее время у вас будет. Три часа, а пять часов у вас будет свободное время. Я не знаю, чем будет она. А может не только в год. В год будет логик, а кто водное время. Да? Чем-то еще. И кто вы будете? Это будет определяться не тем, что вы делаете в рабочее время. Рабочее время у вас будет рабочее время в год. В системе этого нету. Так, вот, вот три часа. А, три часа. Это тоже пока будет так. Спас, если вам не трех часов, рабочий день не гарантирует. С одной стороны, с другой стороны, я хочу вам сказать, что некоторые люди в наше время, это у одной семьи, они опять умалчивают или скрывают. Я вот не скрываю, хочу вам сказать, что я полностью выполняю на госпитале профессора, но у меня вот на этой неделе, а каждую неделю два учения. Это не значит, что я тут и не готовлюсь, не изучаю, не пишу, не катаюсь, необходимое и способствует тому, чтобы донять людей интересных, но непосредственно вот так вот в форме нужды, чтобы я вот пришел. То есть можно к этому прийти, чтобы к этому прийти, нужно не просто вот желать, то есть кумунисты. Вот ты хочешь, а как ты это сделаешь? Что для этого нужно? А для этого нужно развившись предварительные струда. Что вы знаете про предварительные струда? Ничего не знаю. А почему вы не знаете? А потому что предварительные струда не растет, и все помалокуют. То есть не совсем не растет, понимаете? Мы 7% рост предварительных струда в России в 15 лет. И что мы такими темпами будем преодолевать это? Может быть, это редко отделяет труда между людьми? Да никогда. И эти темпы роста настолько малые, что они просто... А что могут это говорить? О проценте, один так, а потом как будто рубль соотносится с долларом. Это же чепуха. Главное, вообще, условие развития экономики и, соответственно, общества, это рост, произведение силы труда. Вот что нужны культурологи, так сказать, привносить в жизнь. Как культурологи, они как люди первого культуры, культуры, это накоплен опыт человечества. Это накоплен опыт человеческого материала. Он говорит, что все развитие человечества связано с развитием, предварительными силами человечества труда. Правильно? Одно дело, если у вас есть там каменные норы, то вот или там у вас есть каменные молотки, которые привязаны к деревянным дубинам. Это один уровень производительства. Другое дело, когда у вас уже имеются металлические, а потом у вас имеются инструменты, уже не бронтовые, а остальные. И потом у вас имеются машины, а потом эти машины еще и имеются системы управления, которые задаются человеком тоже, как сейчас у нас англическое слово «управление». То понятно, что вот это движение, оно и позволяет потенциально, потенциально позволяет преодолевать преодолевание культурных гражданин. Но если это не центральный пункт и не главный пункт, но средний деятельность в обществу, то все эти разговоры про развитие надежных людей будут касаться развития этих отдельных людей. Они общей массовой целей. Отсюда и целью, скажем, что является целью современного общества, как рассказывать, российского. Что является целью нахлопрепосток? Вот я занимаюсь производством, я понимаю, что такая у меня сельская? С прибылью. А вы кто такая? А от вас надо... Если вы у меня работаете, я имею в виду социальности, у меня два селья. Понимаешь? А если вы не у меня производите, я имею в виду покупать. То надо сказать, я со скиткой вам продаю, потому что сначала я сделал накид 300, а потом скитку 100. И говорю, я у меня в скит кредит не могу упадеть со скиткой. Так? Что я дальше делаю? А дальше я делаю так, чтобы вы со мной не воевали, если была моя работница. То есть, я вот где-то пошел плачок, а потом 20 килограмм. Кто ее берает? Вляция так. Это как бы она самостоятельно. Кто придумал инфляцию? Я думаю, ты сам, вот она, наверное. Был такой экономист, известный, крупный. Джон Мейлер Кейс. После 1929-30 года, Владимирова Крейс, он написал книгу «Общая теория данности. Проценты и денег». Который признал, что Крейс едет верным для капитализма. Это Марк Фраг. Вот. Ну, это все, что надо делать. Если Марк своих долгов пошел, то он стал говорить о том, что надо построить любой свой, а вот Крейс, то и так же, во время государства регулирования делают. И предлагают соответствующую ставку процента регулировать обязательно. То есть, ну, повышать процент, когда, ну, так сказать, очень много берут. Понимаете, когда мало берут. То есть, когда вы, вот, делаете общественную работу, если начинаете на общественную работу делать, там, зверородных будет меньше. Будет меньше безработных, значит, будут зарплаты. Вот зарплаты, зарплаты понесут в магазин. Понесут в магазин и, значит, снимут оттуда продукты. Снимут продукты, и тут новые заказы. То есть, сразу же, подъем, да, реклама или сериальный подъем экономики. Сейчас почему Крейс? Для денег мало, для людей не покупать. А что-то, да, и производить не надо ничего. Перепроизвод. Перепроизвод не от того, что много. Мы же сравнивали на них потребности. Мало ли, что у вас есть потребность в колбасе. А деньги вот есть на колбасе? Нет, проходите. У вас нет спроса. Потреблений у нас просто нет. Сейчас вы доходите в магазин «Надежда». Это музей товара. Вот. Всё хорошо, красиво. Из вас накидываются плодовцы, которые там зашли, ненарочно куда-то. Чего уходят? Что-то, что-то, и всё. Набрасно, надо было уходить, собственно. Вот, это, вот, месяцник ранее находили вино. Уже проводительная сила труда. Роспредварительность труда. А дальше, если проводительная сила труда. Увеличивается. Увеличивается свободное время общества. То есть, общество свободное от предварительного груда. А по что оно превращается это в этот ресторан устройства общества? Или она определяется в эту слову для времени более mane равновенно, и тогда все разбиваются. Или, вот, я вам подниматься, он уделиграть, потому что все время я его отоделал, вот так вот, правильно? Поэтому этот вопрос, что тогда, так сказать, называется, а цель-критроза прикумнений какая, неважно какая фаза, даже зацарет, какая цель, как вы реализируете цель, если есть ничто-критроза, кто может сказать? Ну, какая цель-критроза, надо изучать. И вот как-то по возможностям, как же он потребовался, при этом он в лозу? Я думаю, это было достаточно так, но на вами, в принципе, по мнению, как вы называете. Ну и то он в своем выходящем таком выражении, он мне выражен так, что кто-то приходит от вас вперед, кто-то способный, и потом вам дает потребность, от вас. Вот, у нас это защищала одна, неизвестная Новосибирская, в ЛПК в первую работу, такая 70-летняя попытка, полная попытка вылетела. Правда у меня сейчас, наверное, совсем не было. Открылась, что вообще-то так никогда не поможет, потому что у вас всегда. Каждый способный себе, у каждого, у кого другого, у них не в шоке, у каждого способности, у каждого, они обмывают каждого, а вот каждый, это кто-то должен прийти, с его ума статью, он давал. А кто? А кто с прийти? Государство. Государство, да. Какое? В чем нужно ожидать? Каждый, он сам, трудиться, по способностям, и отца, общество должно выдавать по потребности. Но это, это цель производства, это, ну, военно. Выполнить планы, как вы сказали? А? Выполнение планов? Да как в плане, я могу не вернуться, напишите, а я буду лучше всего выполнять. Все, любой план надо выполнять. Планы, в чем не основном, цель производства. А если люди не знают цель производства, дурацкий план, дурацкий план, никто не собирается их выполнять. И сразу все это разрушается. В общем, сразу, может называться социалистическим, и таким, а эти все, я пойду, а если не надо делать, цель производства какая-то? Увеличение продукта, удовлетворение, удовлетворение потребностей. Ну, я хочу рассказать такой исторический акт, поскольку, дурацкий, который связан, только с усынением этой проблемы, когда была образована комиссия по производству программы партии, РФДП, перед официальным съездом. Российский социал-фемиологический рабочий класс. В эту комиссию вошли основатель российского максимума, европейского максимума, в храм, Ленин туда вошел, когда молодой, весьма, с толку ему было, на 30-2 входа. Туда вошел Мактов, вот это тройка. Одного, второго. Делительность Мактова ничего не выгорел, на ней никаких следов нет. Делительность Ленина и Мактова зафиксирована в полном собрании сочинения Ленина, в том и шестом, для днем, много вариантов. И первые все, то есть, что Ленин написал, Ленин, писал всякие замечания и свои предложения. И у него тоже были свои варианты. Ну, он за основу брал с Ленина Клиханова. И вот, Клиханов написал, все же. Отмечая на это, он просто Клеева дадал, потому что надо было в программе только лекции, когда собирались построить социалюбку. Ну, он соответствовал, вы считаете, что это как Клиханов, вообще-то. Людворение, оно же общество. Производство будет. Людворение, оно же общество. Ну, это и подвес. Вот, они, поэтому, тоже пишут, торговый, да, организация, еще интересы, ну, вот сейчас, некоторые же не удовлетворяются, что ли? Они удовлетворяются, в той же мере. Ну, хотя они, непосредственно, все удовлетворяются. А, у Ленки, для обеспечения полного благосостояния и свободного, всесторонного, родителя всех, всем в обществе. То есть, я все на обществе, подчеркнул, по всему. тут сразу две мысли. Во-первых, обеспечения полного благосостояния. Это что значит? Вот, если мы идем, то есть, если это строй, который должен разбивать людей, каждый, всех, то нужно обеспечить, что он благосостоятельный. Что такое благосостояние? Это не различие, это условия для различия. Правильно? Ну, вы знаете, что если условия для развития создать, человек нет таких, что он задеграфирует. Мы не знаем, какие случаи. Знаем, какие случаи. Все у человека есть, а он просто дымит. Говорят, просто. А условия прекрасны для развития. И есть люди, у которых есть очень много условий, и то есть, это есть алгоритм, и ничего нет. Поэтому, ну, скажешь у нас про новых русских, хоть я о них там не могу сказать. Мы вовсе не считаем таковым намерением. И вот, поэтому, в сфере должно обеспечаться не только создание условий для развития, объективных, но и само развитие. Само развитие это не должно стать целью предложения. То есть, цель предложения вашего развития, но немного вашего. И вашего, и вашего, и вашего, и вашего, Те, что на обществе. Другое идет. И тогда, это вопрос, не о том, чтобы от вас что-нибудь забрать. Сейчас. То есть, повысить цены, могут от вас забрать. то, что дали. Или изначально постановить, как, или поменьше вам зарплату. А задача состоит в том, чтобы обеспечить что, некоторые условия через общественные фонды подъявления, потому что, ну, вы не будете, наверное, надеясь, если вы единственные бесплатные, вы будете дергать не поймешь в язык. Правда? Потому что выигрывают собственности или неистория, но это же не значит, что если вы даже не коммунистического города, 10 дубов им вырустят. А не плох, а родом, или вообще его не порвают. Тут вам научиться, а кто хорош, а кто хорош, кто для династины? Вы не знаете, не так ли с этим вопросом? Но это условие, и, и поскольку речь, и, и о том, что речь, о делах личностей, а как он архитист, все для личности, Тогда будет свободная масса, устальная с огородом, активным или социализм. Артисты говорят, что для личности тогда будет свободная масса. А мы говорим, что для массы тогда будет свободна каждая личность. То есть вся члена в обществе у нас работает, и видова нет. Глядя идет личность. Если вы начнете спрашивать, вы увидите, что основная масса отвечает личность. Для личности. Какой личности? И по этому году даже не будет ответственно. Чук-чук приехал, ты сюда не выполнил совет. Я спрашиваю, ну, что ты там слышал? Ну-у-у-у, стой. Боили человека. Сегодня обладали человека. Мы говорим, что слышали. Как вы слышали, а что видит того человека. И все-таки речь эта личность отдельная, и о всех своих обществах. Для этого мы говорим. Я, наверное, беседу с одним просоветиком с Ураном. Мы с ним прощаемся. Я говорю, вы знаете, коммунизм будет, но заходить будут. Сейчас он заходит туда по одиночке и обратно говорит. Он говорит, как? Ну, как бы, и вот, обрама ночью зашел. И так, полихонечку. Ну, так, вот. Ну, это было бы просто это. Как только свободное время будет превышать рабочие, это связано с развитием и производительным силам, прежде всего. Даже если бы мы захотели сейчас распределять, ну, как бы мне распределять их, производительные силы не равны для того, чтобы это обеспечить. Поэтому все вот эти мечты, что вот мы помогаем, или встроим, или переорганизуем, вы можете назвать все это угодно. Поэтому социализм не является полным. И для того, чтобы мы перейти в полное время, то есть длительный процесс добития производительных сил. И если этот процесс не сопровождается, расширение, вот, свободного времени членов общих предупреждений, то это полное время тормолится и останавливается, и идет в спять. В СССР, со всеми, дошел в спять, и дошел, будет, скажем, по обратно. Так. Ну, вот такие вот у нас мечты и соображения, святые. Теперь, у меня есть тема впервые в этом роде, и все, что мы еще не изучаем, правило первого, это проблема класса борьбы. И говорится, что на основе интересов классов, которые будут чуть-чуть способны, в результате разделяет туда, расставляется, в паре такой, женской совокупности, из которых один раз подходит над всеми другими. Вот это, как просто его считалось. А все же следует, что всякая борьба внутри государства, борьба между демократией, алисократией и монархией, борьба за интегрательное право, и так далее, и так далее, представляет собой, не что это, а кобилизорные формы, в которых придется, действительно, борьба различных классов друг с другом. О чем не имеете, по-другому понятию, немецкие теоретики. Ну вот это основное, но сейчас у нас приближается выбор. Город Думы. Город Думы. Город Думы. Государственная Дума, а Государственная Дума, это Южняя Палата Федерального Софтания Российских Федераций. Поскольку у нас демократия, вот, а я вот, владыка, хозяйка, международный фрам, до кредитового Думы, я завтра поеду получать пропуск в Новый, в следующий год, в Думу, я могу туда приходить, приходить в том числе в столовую, и там обедать. Больше там, в общем-то, делать нечего, поскольку некому войти, потому что, ну, прежде раньше, в прежние годы, после 90-х, там были люди, которые там, собирали людей, собирали проекты, я, в частности, вот, являюсь одним из проектов, режаторов, прудового кодекса Российской Федерации, и мы там, активно очень делились, там сейчас легко. Пойдите, знаете, в чем? Деланием денег. Причем деньги делается сейчас очень легко. Если вы в Думской партии, в Думской партии, в Думской партии, получать финансовую государство, подогонную политическую партию. Вот, если вы прошли, то, внимательно, единая Россия, там, в политической партии, артистской федерации, справедливая, в период ДПР, куда пойдете, куда хотите. Значит, на выборах, если за вас проголосует миллион, 120 рублей государства дается голос этой партии. Миллион проголосует, 100 партии, миллион получит. А дальше она остается, с тобой, с этим решателем, при паспорте, сюда и так далее. Ну, во-первых, на следующий год, конечно, на кандидатскую, пока другие мучаются, дворовые подписи, в Думской партии собирать подписи, не начнут. Вообще, мы с вами, с такой, основной задачей, это, что, вы можете знать, но, может быть, я не успею собрать, в основном рисунке, что вы здесь не имеете, начнете собираться. Потом, либо начнете делать, либо начнете делать, поставим, поставим, потом пойдем. Это будет ваше свободное время, всего остального. по-английски. как это, как раз я говорю, и унизованная сломка, в чем, вот, сейчас, будем, окраивать, сейчас, вот, выборы, кто победит на выборы? Кто победит на выборы? Уея, или у кого нет денег? Уыя, или у кого нет денег? Ну, что тут не конечно? Подначально, а кто выигрывает, объясните вам, кто выигрывает? Пожалуйста, у нас какая, у нас, Идеология какая? В России готовность. Какой у нас главный готовность в России? Рабочие или капиталисты? Капиталисты. А если люди голосуют, то, соответственно, большинство получит капитации. Большинство в головах уравные готовы, по большинству. Уравные и побочные. Правильно? Значит, надо проводить по честному удару. Если по честному все проводить, честно или нечестно, все прокрачно, то точно вы будете проводить. Если по нечестному, то они изменятся другие партии. То есть честно. Поэтому не надо беспокоиться, спокойно проводить, спокойно проводить. И обеспечивать, так сказать, сохранение статуса на следующий период. Или, как написано в другом месте в Марксе, в чем в смысле демократии, что один раз в лет представителям эксплуатироваться класса. Поголосовать. И определить, кто есть представители пространствующего класса будут представлять и подбирать его права в месяц. Так что, рекомендуйте, выбирайте. Это не значит, что некоторые люди, которые могут в другую позицию занимать, и они будут в ближайшем стиле. И это правило всего исторического материала, всего того, что производство общественное господство, и общественное создано правильно, и как мысль господствующего класса является господствующим мыслом. Поэтому у медицинского правила нет исключений. Было как у культурологи, обозревающей историей культуры, видите, очень хорошо, что такого никогда не было, чтобы на выборы победили представители объединенного класса. Не для того, чтобы победили. Не для того они сделали порядок. Это и объясняет, в частности, почему такие бронхиополитические страны, как Соединенные Штаты Америки и Англия, выступали против немецкого фашизма. Почему? Потому что, потому что мы открыли террористическую реакцию финансового капитала, его не более, условно, а коробки. А зачем это открыли? Открыли это дело. Сразу видно, что, да, эта девушка сращает, потому что терроризм, террор. Террористический реакцию. Забывать вас надо. А зачем? Ну, идите, сами голосуйте, сами нас выбирайте. Значит, мне это надо. Я буду посидеть, а вы меня любите, если это будет хорошо. Поэтому, в едином блоке, Советский Союз, в церкви был социалистической страной или мунистической первой войны. И в Соединенные Штаты Америки и Англии воевали с немецкими войнами, которые хуже, чем бюджетная демократия. Бюджетная демократия, которая осуществляет готовность бюджетной войны спокойно, без этих всех подкресений. И без того, чтобы, чтобы не признавать рефереры, гулять и не иметь, что такое, что нужно самим, то есть самому классу договорить. Поэтому это не надо. Поэтому самая высокая форма господства в бюджете – это бюджетная демократия. Мужчина, это хорошая. Вот в Америке смех наказали, и у нас нет, у нас плода демократии. Там будут демократии. Вот. Хотите электричный слух в одних садах треугольчиков, один виселящий, другой вопадающий, третий контрольный. Ну, это все только с собой. Слух должен ручать. Нет, то есть, когда в лесу выйти, там будет что-то кричать, потом будет убить полицейских. Так и делали. Ну, это без них бывает во всех странах. Вот, когда в Америке идут низкие печенья. Вы не знали, всегда при попытке бег с собой. Или он сам отрекался. Перестанут себя с человеком, который при исполнении государственных обязанностей находился. Слово расстрелиться еще и ничего не будет. Никому ничего не будет. И никто вас не убил. Просто сохранили порядок. Или у нас сейчас существует резюнция или виновность. Да, есть. Принуждение. Я вот на вас смотрю. Мы попытаемся жить на голову. Я больше ничего не сказал. Просто сказал, что мы попризонт с этим. И вот, значит, в Чечне летают эти самые терапии с бандитами. Они же не подозреваются, что они бандиты, правда? Какие у нас стали? Человек задерживает. Сначала задерживает терморист, кто выводит по решению суда. Потом подозреваем, может быть, если у вас подозревают, что 10 человек убили. 10 суток можно раздражать в СИЗО. Здесь предпринятие не отлично. Так вот, вот, сидите там. Почему? А, потому что вам, я вот, я вот, подозреваю, что вы 10 умерли. Если бы сказал, что вы только украли, что вы так долго не сделали. А вот где? 10 суток, без примера, пресерьезно. Ну вот, если через 10 дней я не принесу вам введение, введение, то вы должны быть осуществлены. В Манхарте. А я там принесу. И вы не везли, а 15 умерли. Ну, вы будете защищаться. Ну, вот, адвокат может быть предприятие, что вы платили, как адвокат. Адвокат, там просто еще, потом приносить, все будет хорошо. Ну, на всякий случай, чтобы вы не скрылись отсюда, если будете сидеть в СИЗО. Вы свободный человек. Вы не обсудимые. Вы не обвиняете. Вы не обвиняете. Вы не обвиняете. Сейчас обвиняете. И вот вы вас обвиняли, обвиняли, как вы ее до суда. И на суде все дело развалилось. Все выяснилось, что никого не убивали, а вот этот, который вас обвинял, виноват. Неправильно. Так что дальше? Дальше, опять же, вы сколько можете просидеть? Ну, следствие можно проходить. Ну, так. Поскольку оно все время продлевается по разным причинам и поводам. Все более высокими экстанциями, как урожки. Ну, годом по с половиной. Примерно. Вот. Сидеть в СИЗО, а свободный человек, который еще не сутит. До суда. А потом, год уже до суда, у вас уже тут эта голова заболет. Сейчас пойдем, пока пройдет. Вам надо делать операцию на голову. Хотите термин принести. А вы не хотите. Ну, не ходили, выходили. Тогда вы все эти ждать, а там оно пройдет. Дождались еще два с половиной года. Надояс вас. Уже уже не ведут в суд. А прямо сейчас, когда вы спасаете по телевизору, вы как бы ударили сюда. У вас все права. Так. И доказывают, что вы не виноваты. Что нужно улучшить в этом участии. В конце субтанского слова. Я вам попрошу. Я вам попрошу. Извинения от имени государства. И разъясняю. Что вы можете теперь обратиться в суд для компенсации на правильного бреда. А у вас только от своего слова суда трясется. И вам надо это не только компенсация на рамках. Вообще, вам не приезжать в суд для них подать. Но вы можете обратиться и государством. Судите себя в государственном государственном конфликте. Если будет снова суд вы разматриваете, это дело. И, возможно, вам происходит. Сколько вы хотите за свои маркисты на 1 неделю? Ну, 1.5 миллиона, да. 300 тысяч получите. А давайте. Я вам расскажу. К сожалению, вы. Потому что я специалист в области условий. Профессор по качестве экономики права. И участвовал в области всяких процессов. Вот. И присутствовал. И в том числе и уголовных. И в течение нескольких минут это придалось в такси. Вот. Поэтому будет красиво. Вот такая. Это буржавский макар. Что в этом году написано у классиков? Это форма. Текст тоже буржавский. Ну, лучше же ее формить так, чтобы красиво будет. Старайтесь прийти получше. Опять-таки не похожее. Сюда. И государство тоже хочет. Помериться. И вот ведь красиво. Что у нас все хорошо. Вот фашины некрасивые. Согласитесь. Ничего это такое. Вот. Прямо беру другую. И все могут быть. Сначала мы договорились. Потом другие люди. Мы не откроем этого касаться. Вообще. Другие люди. Потом призывы. Говорят. Ухольщик. И все. По белому. Доброполечный. В стране. Соединенные штаты обезли. Красота. Ухольщик. Ну, а в этом плане также проблемы могут. В Швейцарии. В Швейцарии. В Швейцарии. Там все ставят. В Швейцарии. Там деньги все делают. Какие-то могут быть казни. Какие-то могут быть крещения. Там ничего нет. Там все хорошо. И вагиты там хранят. И не вагиты. Все хорошо. Так. Ну, вот. Какие у нас выводы, получается, из этих проблем. Значит. Под правом угрозной демократии тоже скрывается классовая борьба. Какие формы? Мягкие. Ну, что значит, мягкие. Внутренние войска есть у нас? Есть. Во всех странах есть внутренние войска? Угу. 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 Наверное, во всех. А? Конечно во всех. А вот в Бундуке есть студенты. Мы сразу же к их гормонамку сюда попросим выйти. Видели они? Такие вот. Я говорю про то, что вы у них криваться. Будете их спидать яйца, на них выпусные. И вроде жилеты. Потому что вы возьмете чем-нибудь. А то, что вы будете. Какой-то вроде. Знаю вас. А вы вроде билеты. Вот я наблюдал такой очень вдобавленный газет. Где-то старушки там. Пенсионерки зашались у пеканского. У памятника резьбу. И вот они там. И вот около них. Такие скромные инсайдеры ходят. Так сказать, спокойно там. Показываются они там. Чего-то куда-то не разрушают. Сюда. А вот ближе к небе стоит горлёк. Ух! 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 Все трясется, но все видно в неделю, все видно, лес, корень, невысоко. Смотрите, ну, это не идея, наверное. В общем, все у нас хорошо. Стаскаем внутренне и внутри. Обнулилась, короче, кто-то с кем бороться, внутренне, а какая внутренняя опасность? Месяц, потом все сладко. Он чем бороться? Он бороться, а нет. Вот когда нужно было, вот, давай еще, и если можно подогнать, высшие дыраны, как на одной стороне. Стаска. 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 Все. А он верхом был командующим. Вот, когда медленно находился, верхом был командующим, когда Владимир был председателем правительства. Дал бы этот верхом командующим с командой и нет за это правительства. То есть, это первое дело. Ну, если в этом не разумерация, то, конечно, все это будет довольно как... Для многих людей с вами идут и думают, что их идут. Ну, хоть раз уже в медленно-класс в какой-нибудь стране пришел, в классе человека. А можно он прийти? Ну, как, если господствующий класс у него готов к диалогу? Вот чтобы это много разумерить, то он создает единственное проявление, в котором это специально отобрано, это работа. То есть, в те времена мы взяли власть. И вот там объясняли для них, что никогда вы через выбор власть не получите. А у нас были советы. А советы были вооруженные. Мы не сумасшедшие думают, что можно управлять Россией, не имея за собой большинство. А большинство как получается? Большинство получается с помощью государства. Берем государственную власть и мир народам, землям и христианам, Паверам и рабочим. Обучий контроль. Видишь? Бездомным домам. И вот большинство народа на большинстве. Обучи государства не могут увеличить на структуру. А без государства. Вы не переключиваете никогда и не переключите ни каких конкурентов. Поэтому большинство участвует вatin'е власть, обязательно. Обязательно всегда участвуют. И вся рабочая курия была большей сферой. Это произойдет. Там, конечно, слабо была демократия. Там были рабочие кури, были кристианы, кристианские кури. Мы, поскольку сейчас демократическая демократия, сейчас нет ни рабочих, ни граждан. Ну, единый, выделенный Россия есть, по-моему, тропедник по правой жизни. А только в РФ нет. Самое интересное, что в РФ, вроде бы, у вас список, ну, список встать, у президента, у рабочих. Ну, так сказать, что иногда показать. А, смотрите, у нас рабочие есть. Нет. А было, был такой Красаков, Григорьев, нет Красаков, и Шан-Деппин и Иванов. Три человека, они продвигали вот наш проект в РФ, потому что можно было к ним прийти. Мне, например, говорят, Красаков был от Совета рабочих Москвы, Шан-Деппин был водитель из Брянска. А Иванова я никогда не видел, ни разу, но он подписался под этим проектом, что, ну, ну, в смысле, что... У меня-то нет законодательных соседей, у вас есть законодательных соседей? Можете с тобой придумать? Все придумать-то можешь. Теперь это придумали. А вы вместе можете, вы думаете? Нет. Ну, что такое? Она демократия. Начинать могут только определенные. Жить, определенные правы, законодательные соседы, руководок. Вы знаете, как я считаю, кто-нибудь в тот реформе законодательных соседей? Это законодательные соседей? Депутаты, депутаты, члены Совета Федерации, законодательные собрания ребенка, не они члены нашего законодательного собрания, не могут предложить, написать право, пишите, будучи студенткой, при этом курсе пишите закон Брэйна, написали, ищите теперь того, кто из них от своего имени и задвинет в дух, от того, у вас с вами подговорить не будет, никого размахливать не будет, нет вопросов, нет вопросов, у меня нет, в ясной форме еще не будет. И вот, значит, законодательное собрание, теперь мидрюшень, вот сейчас законодательное собрание Кореи, голосовал, чтобы делать индексацию обязательства, она и так пытается. Ну, мы, что и заянин пишут, это, когда это будет, и с проголосовали, а мы думаем, что и заянин пишут, еще раз сказать, вы, это индексация всегда, то есть повышение классного вопроса, и это, это, это такое руку, было, как руку у меняется. При этом общий плакатство общества растет, а эти нормальные депутаты фиксируют количество материальных плат, которые материальным производительным трудом даницы были производны. Получается, что норма эксплуатации все время растет. Применциация. Когда они за это выступали, естественно, это может даже и пройти, поскольку это никого не пугаю. Но обязательным это может быть тогда, когда будет уголовная или административная ответственность. Там что-то, что я напишу, там всем расслабо читать. И здесь вы поменяетесь. Потому что вы придете, что-то написано. В суд вырисовать, вы уже тоже написаны. Ответственность такая. Какая ответственность за то, что вы не сдалите имя? Ответственность здесь. Могут уголовники армейской. Так они не могут делать. А если вы не выполните какой-нибудь пункт трудового возраста, то это какая предельная работа? Ну написано там, только если это повышение реального уровня, реального содержания заработной платы. Написано, это соблюдает. Вот бывший эпох был век, вся рабочая и грязная, а грязная была еще эпоха, но сейчас такого нет. Так. Отсюда следует, вот пишет Мартин, что карта стремяющаяся к готовству глаз. А есть такие классы, которые не стремятся? Нету. Потому что класс эгоистский. Вот если вы эгоисты, это нехорошо. Правда? Что вы себе-то думаете? И так вот все сделано, чтобы вы себя развивали. Но вы же не адекватно себя развиваете. Вы объясняете, что я в усердном вопросе, и будут как только он, принадлежите огромную пользу обществу. Правильно? Из-за чего вы думаете, просто нагреть на то, что интересы общества и вообще интересы личные совпады? Ну а классы? Классы, даже никто не отступает. Классы, он борется за свои интересы. Странно, выразили, рабочий класс выборался за интересы в России, и у жадей воронку за интересы в России. Класс почему бы это стало? А мелкий у жадей стал бы бороться за интересы в России, и за интересы в России. Это странно. Мелкий у жадей строится за свои. Но поскольку у нее свои ключи, она и тем помогает, и тем, и тем мешает. Поэтому вечно с ней вот проблемы. Все ее вверх минуты, и все, она вечно ноется, поддержите мелкий бизнес. А его поддерживают, как привлекают к повешенному. Все время снять от мелкий бизнес. Давят и душат. Иначе препятствовать другу быть не может. Если вы крупные собственные, как вы будете ко мне относиться? У вас же главная прибыль, а я вам мешаю. Что вы будете делать со мной? Я проведу по вашему глядю, что вы будете делать со мной? Не надо я рассказать. Так. Каждый стремящийся господству глаз, если даже его господство, условный, как это имеет место в предприятии, уничтожение всей старой общественной формы господства вообще, то он должен, прежде всего, заевать себе политическую глаз. Ну и в том, что он удерживает, естественно. Для того, чтобы этот глаз, в свою очередь, мог представить свой интерес как всеобщий. Вот. Бурландия завоевала, как Христианцев, свой интерес как всеобщий. Она объявляет, что наше государство народное. Или те, которые хотели обнять у рабочего класса власть, которая называлась диктатура про интересы, так мы были и сказали, что это надо украть эту диктатуру. И это и представить. Хрущев представил. И группу Хрущев представил свой интерес как народный. А это группа Хрущев, как выяснилось. И в основе, как я видел, это восстановление бурратного строя в России. Так. Вот. Какие мы интересные... А вот еще одна мысль последняя. О узнании особых интересов, посредством иллюзорного, всеобщего интереса, выступающего в виде государства. Государцы, 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 правящего класса. Но оно представляет это как всеобщий народный, народный государство. Всего народа, народного. Превыше всего государства. Превыше всего. Поэтому мы не наивные. Говорят, вот пойду в суд. А что такое суд-то, да? Институт. Институт. Государство. Правящего класса. Да? Вы пришли. И думали, что в суде получится ответ. Иногда в этом городе выиграть. Превыше всего, потому что он государство может представлять, что он интересен, государственный факт и общий. Поэтому иногда вот это и выигрывает. Я многие очень много учат судов выиграл. Но это ведь для них встраиваются в эту систему, как обычно. Друга, другая, другая. Другая обычно думает, как деньги получили, у него никакого замысла нет. Вот. Он начинает встраиваться вот в эту процедуру, которая там есть. А надо и стараться с этой процедурой, чтобы у меня началось это действие. К другому, по-другому, помнят, когда надо будет об этом веке, мы уже начали поговорить, как можно говорить в современном языке. Ну, надо 5-го не забывать, что вы играете в волейбол, а судья в этот год, голов 5 припишет вашему противнику. Значит, что вы должны делать, с каким счетом выиграть? Ну, скажем, 8-2. Выиграете 8-2, 5 припишет, и тогда вы выиграете счетом 8-7. Судья и не там мог, если не за что мог сделать. Они, видите, такие впечатления, вот это, и это, и это, и это. Ничего не мог делать. 8-7. Вы выиграете. Сейчас пойдем. Потому что, иначе, судья видит, что он в местной сохранительности. Так, ну, если и судья, чтобы выиграть, то он следит, он будет не туда 2-6 марта, выиграть 2-6 марта, выиграть 2-6 марта, 100 тысяч, 2 тысячи. Судья, то есть это больше, чем в среднем в России, третьем в России, 30 тысяч. Ну, вот на этом мы сегодня закончим, и продолжим, в таком брусе, то есть находить интересные мысли, интересные категории, там можно было от вас требоваться, еще и непонятные. Это очень непонятно, мы должны эту непонятность, так сказать, ну, ставить тут публично, и если я смогу это, непонятное, так сказать, объяснить, то я буду объяснить, я не смогу, я, честно скажу, не знаю. Но это мы должны, как-то себе, по крайней мере, отдавать отчет в том, что мы из этого можем извлечь, а что мы извлечь не можем. Это будет действительно анализ в том числе тех, как мы делаем мысли, скажем, правильные дороги, и вообще, в ходе подойдет, а с вами еще, на сегодняшний день. Субтитры создавал DimaTorzok